Добрый день, уважаемые коллеги! Спасибо, что подключились к онлайн-трансляции и проявили интерес к теме лабораторной диагностики анемии. Сегодня мы поговорим про лабораторную диагностику анемий, а именно диагностику гиперхромных макроцитарных анемий. Хотелось бы напомнить, что же такое анемия. Анемия — это состояние, которое характеризуется пониженным уровнем ретроцитов и концентрации гемоглобина в них. Критерии ВОЗ для диагностики анемии непосредственно представлены на слайде. Существуют ли различные методы лабораторной диагностики анемии? В первую очередь это клинический анализ крови. Мы оцениваем ретроцитарные индексы ретикулоциты и ретикулоцитарные индексы. Также происходит морфологический анализ как мазка крови, так и пунктатов костного мозга. Биохимический анализ крови оценивается в сывороточное железо, ферритин, общий железосвязывающий способность сыворотки, трансферин, циреактивный берлог. Проводится иммунохимический анализ для выявления витаминов b12 и фолиевой кислоты, а также дополнительные другие методы исследований. На прошлых вебинарах мы подробно разобрали пул микроцитарных гипохромных анемий, поговорили про железодефицитную анемию, анемию, связанную с нарушением синтеза порфирина, проговорили про гемоглобинопатии и анемиях хронических заболеваний. Сегодня же мы будем наиболее подробно говорить про макроцитарные гиперхромные анемии. Они характеризуются увеличенным средним объемом эритроцита, более 100 фемтолитров, а также увеличенным средним содержанием гемоглобина в эритроцитах больше 32. В первую очередь к макроцитарным гиперхромным анемиям относятся b12 и фолиево-дефицитная анемия, но также макроцитарными гиперхромными анемиями могут быть гемолитическая анемия, анемия при хронических заболеваниях печени, аутоиммунная гемолитическая анемия и, конечно же, миелодиспластический синдром. Гиперхромные и макроцитарные анемии в своем роде делятся на две большие группы. Это мегалобластная анемия в основе нарушения синтеза ДНК клеток крови в костном мозге и, соответственно, в этом случае у нас будет мегалобластический тип кроветворения. Это такие анемии как b12 и фолиевая дефицитная анемия, а также лекарства и токсины, которые нарушают синтез ДНК. Соответственно, к негалобластному типу будут относиться те анемии, при которых нет нарушения синтеза ДНК в костном мозге, при этом будет нормобластический тип кроветворения. Чаще всего они возникают при следующих заболеваниях, таких как алкоголизм, заболевание печени, гипертиреоз, хронические обструктивные болезни легких, мелодиспластический синдром, острая постгеморрагическая анемия, гемолитическая анемия. Также надо отметить, наверное, что ложное завышение МЦВ может происходить в случае присутствия холодовых агглютининов и при выраженной гипергликеремии с уровнем глюкозы более 25 ммл. Все мегалобластные анемии составляют группу анемии, для которой характерен макроцитоз и мегалобластный эритропоэз. Соответственно, при дефиците фолиевой кислоты и витамина В12 нарушается синтез ДНК в интенсивно делящихся клеток, что приводит к мегалобластическому типу кроветворения. При каких же причинах могут возникать такие нарушения? В первую очередь, дефицит витамина В12 возникает при строгом вегетарианстве, при нарушении всасывания в желудке, если нарушена выработка фактора КАСЛа, при резекциях, соответственно, желудка, гастректомии, трофическом грастрите, если в кишечнике происходит избыточный рост бактерий, например, при дивертикулезе тонкой кишки, болезни крона. Ряд лекарственных препаратов, таких как метформин, может воздействовать. Конкурентный расход витамина В12 происходит при глистной инвазии, например, широким лентецом. Дефицит фолиевой кислоты возникает при неполноценном питании, при усиленных кровопотерях или усиленных, в принципе, потерях вследствие гемолиза, лекарственных препаратов в приеме барбитуратов. Повышенная потребность в фолиевой кислоте возникает при беременности, усиление ретропоэза, опять же, например, при гемолизе. И также существуют препараты, которые нарушают синтез ДНК. Это такие препараты, как гидроксимычвина, цитарабин и другие, но мы об этом поговорим далее более подробно. Итак, рассмотрим схему роли витамина В12 и фолиевой кислоты. Фолаты в пище всасываются в тонком кишке, расщепляются до моноглутаматов, максимально работает это в присутствии цинка и при ПАЖ 5,5. Далее восстанавливаются, метилируются, всасываются в кровь, проникают в клеточную мембрану в форме 5-метилтетрогидрофолиевой кислоты. Соответственно, при дефиците фолиевой кислоты у нас тормозится образование тимидин-монофосфата. Это лимитирующая реакция синтеза перимидиновых оснований. А витамин В12 непосредственно в синтезе ДНК не участвует, но он необходим для превращения 5-метилтетрогидрофолиевой кислоты, поступающей в клетки в другие формы фолиевой кислоты, включая полиглутаматы. Этот процесс сопряжен с метилированием гомоцистеина до метионина, под действием метионин-синтаза. Соответственно, 5-метилтетрогидрофолиевая кислота отдаёт метильную группу гомоцистеину и превращается в тетрагидрофолиевую кислоту, из которой путём присоединения остатков глутаминовой кислоты образуются полиглутаматы. Витамин В12 содержится в большом количестве продуктов, которые богаты белком. Это мясо, яйца, рыба. Также синтезироваться может рядом микроорганизмов. Для его усвоения человеком из пищевого рациона необходимо участие R-белков. Гептокарин, который секретируется человеком слюными железами. И он, соответственно, образует комплекс R-белок В12. Далее ферменты поджелудочной железы расщепляют. Этот комплекс соединяется с фактором КАСЛО, который вырабатывается в обкладочных клетках желудка. И, соответственно, далее витамин В12 всасывается в подвздошной кишке, связывается со специфическими рецепторами и проникает в энтероцит, где соединяется с транспортными белками, транскабаламином и гептокарином. И далее поступает к клеткам костного мозга и печени, где превращаются метилкабаламин и 5-дезоксиаденозинкабаламин. Запасов В12 в принципе в печени хватает на довольно долгий промежуток времени для обеспечения нормального кроветворения. Это порядка 3-5 лет. Выделение витамина В12 происходит с желчью. Итак, витамин В12 и его метаболиты. Первый, о котором мы поговорим, это метилкабаламин. Он активирует непосредственно фолиевую кислоту, как мы разобрали ранее, и образует активную форму тетрагидрофалат. Далее метилкабаламин необходим для метилирования гомоцистеина в метионин. Недостаток метионина затрудняет образование холина, входящего в структуру фосфолипидов клеточных мембран, а избыток гомоцистеина является одним из факторов риска развития атеросклероза. 5-дезоксиаденозинкабаламин участвует в регуляции обмена липидов и при его участии из метилмалоновой кислоты образуется янтарная кислота. И при его дефиците как раз-таки накапливается токсичная метилмалоновая кислота, которая нарушает синтез жирных кислот и миелина, что приводит к невропатии. В крови витамин В12 в основном связан с тронскабаламином-1, гликопротид, источником которого служат гранулоциты, моноциты и их предшественники. Быстрое поступление В12 в ткани обеспечивает тронскабаламин-2. И сам комплекс тронскабаламин-кабаламин называется холотранскабаламином или активным витамином В12 и является единственной формой витамина В12, которая усваивается клетками организма. Имеет короткий период поведения и является самым ранним маркером дефицита витамина В12. Чаще первые жалобы пациентов касаются пищеварительной системы, снижения аппетита, изменения вкуса, чувства жжения и боли в языке. Язык воспален, приобретает вид лакированного. Поражение нервной системы обусловлено развивающимся фуникулярным миелозом. Так как помимо клеток крови нарушается пролиферация и в других клетках, в том числе эпителиальных, возникает гласит, заеды и стоматит. Двусторонняя симметричная неврологическая симптоматика возникает особенно в нижних конечностях покалывания, неустойчивость при ходьбе, падение в темноте. А вот сочетание желтухи и анемии связано с тем, что желтуха возникает вследствие большого образования непрямого билирубина из-за массовой гибели эритрокариоцитов в костном мозге. Возникает, соответственно, как мы уже говорили ранее, неэффективный эритропоэс. И, соответственно, такой лимонно-желтый оттенок кожи, он будет обусловлен именно этими факторами. Как мы сказали ранее, развивается макроцитарная гиперхромная анемия. То есть при оценке клинического анализа крови мы увидим, что она макроцитарная гиперхромная. Какие же будут эритроциты? Эритроциты гиперхромные без центрального просветления. Если мы обратим внимание на лимфоцит и на эритроциты рядом, то мы заметим, что они будут больше эритроцита. То есть, и, конечно же, без центрального просветления. Можно отнести к макроцитам. Также будет характерен покелоцитоз, оволоциты, шизоциты и эритроциты с остатками ядерной субстанции. Количество ретикулоцитов чаще нормальное, но по мере нарушения дифференцировки оно снижается. Может быть ликопения, нейтропения с относительным лимфоцитозом, моноцитопения. В ней отмечается появление гиперсегментированных нейтрофилов. Тромбоцитонбения чаще носит умеренный характер и встречаются гигантские формы тромбоцитов, но чаще всего функция их не нарушена. На данных микрофотографиях мы видим гиперсегментированный нейтрофил с количеством сегментов, равным 6. Также внутри эритроцитов можно увидеть кольца кебот. Это бозофильные, богатые аргинином, содержащие негемовое железообразование. И тельца жали. А также непосредственно мегалоцит. Какая же будет картина костного мозга? Костный мозг гиперклеточный, нарушается клеточное отделение. Клетки эритроидного ряда становятся довольно крупными, появляются так называемые мегалобласта. На микрофотографиях представлены мегалобласты разной степени зрелости. Они характеризуются нежным хроматином ядер, асинхронным созреванием ядра и цитоплазмы. Продолжительность этих клеток мегалобластов короче. Поэтому большинство клеток, не созревая, погибают в костном мозге. Нарушается деление клеток, но синтез гемоглобина остается нормальным. Развивается неэффективный эритропоэз. Также внутрикосномозговой гемолиз эритрокариоцитов и короткая продолжительность жизни мегалобластов приводят к повышению непрямого билирубина. Недостаток витамина В12 влечет за собой изменения со стороны илейка поэза, так как синтез ДНК нарушается во всех клетках. Замедляется пролиферация во всех клеточных линиях. Это приводит к увеличению размеров метамелоцитов, полочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов. Обращать на себя внимание развитие гиперсегментации в ядрах нейтрофилов. Соответственно, вот такая картина костного мозга еще часто в источниках встречается под названием синий костный мозг. Какие же изменения биохимических показателей? Концентрация общего витамина В12 и холотранскобаламина в сыворотке крови снижена. К уровню общего гомоцистеина и метилмолоновой кислоты умеренно повышена. Но концентрация метилмолоновой кислоты может увеличиваться при дефиците витамина В12, но повышается у пациентов с почечной недостаточностью. При метилмолоновой ацидемии. Также хочется отметить, что определение метилмолоновой кислоты является довольно дорогостоящим мероприятием, потому что используются методы газовой хроматографии. Уровень гомоцистеина также имеет низкую специфичность при диагностике только лишь дефицита витамина В12, так как повышается и при дефиците фолиевой кислоты, и при дефиците витамина В6, и при других генетических дефектов. Поэтому, если брать простране, то определение данных показателей не так сильно распространено ввиду их оценки. Также наблюдается повышенный уровень лактатогидрогеназа, неконъюгированного билирубина, железа и сниженный уровень гаптоглобина. Из-за гемолиза определение фолатов проводится в эритроцитах и в сыворотке крови. Также хочется отметить, что гемолиз может вызвать повышение уровня фолатов, так как фолат в эритроцитах в 10 раз превышает уровень в сыворотке. Фолат в эритроцитах низкий при дефиците В12 и фолиевой кислоты, в то время как фолат в сыворотке при дефиците В12 будет нормальным. Низкий при дефиците фолиевой кислоты. Хотелось бы отметить лекарственные препараты, именно противоопухолевые, которые могут вызвать лекарственно индуцированную мегалобластную анемию. В первую очередь это антагонисты пуринов. Они предотвращают синтез ДНК с помощью двух различных механизмов. Они либо подавляют выработку пуриновых нуклеотидов, таких как аденин и гуанин, что приводит к недостаточному количеству пуринов для синтеза ДНК и последующей репликации клеток, либо непосредственно включается в ДНК во время ее синтеза, что приводит к блокировке клеточного деления. Аналоги фолиевой кислоты для этих лекарственных препаратов будут являться способность связываться с ферментом тетрагидрофолатредуктазы. Представителем этой группы является метатриксат, он прямой ингибитор дегидрофолатредуктазы, который косвенно ингибирует синтез пуринов и метаболизм фолиевой кислоты. Таким образом возникает истинный дефицит восстановленной фолиевой кислоты, и клинически этот дефект, вызванный аналогом фолатов, можно скорректировать путем введения восстановленной фолиевой кислоты в форме фолиновой кислоты, так как она находится за пределами блока пути. Также закись азота, если мы будем брать из других лекарственных препаратов, она быстро инактивирует витамин В12, превращает его полностью из восстановленной формы в окисленную, и при длительной анестезии из окиси азота тоже возникают мегалобластные изменения. Ну вот это профилактика лекарственно индуцированной В12 дефицитной анемии, но, конечно же, отказ от назначения лекарственного препарата для многих пациентов, как правило, это невозможно, потому что данные препараты являются жизненно необходимыми. Ну и если все-таки планируется лечение данными препаратами, необходим мониторинг концентрации витамина В12 и фолатов, назначение клинического анализа крови, оценка ретиклоцитарных показателей. Также необходимо потом проводить регулярный мониторинг витамина В12 и фолиевой кислоты. Например, если пациенты, которые принимают высокие дозы метатриксата, должны получать фолиевую кислоту в течение 24 часов после введения его, чтобы компенсировать побочные эффекты метатриксата на быстроделяющиеся клетки желудочно-кишечного тракта и костного мозга. Дифференциальная диагностика макроцитарных анемий Итак, у нас есть клинический анализ крови, в котором мы видим макроцитоз и гиперхромию. Мы переходим к оценке мазка крови. При оценке мазка крови мы видим макроциты, пойкилоцитоз, гиперсегментированные нейтрофилы, тельца жилья и кольца кебота. То скорее мы будем рассуждать на том, что имеется дефицит витамина В12 и фолиевой кислоты. Но хочется также отметить, что дефицит гиперсегментированной нейтрофилы могут появляться во время цитотоксической терапии. И макроцитоз может быть каким-то образом замаскирован, например, если у пациента есть телосемия или дефицит железа. Аномия может стать нормоцитарной. Однако в таком случае гиперсегментация остается довольно долго. Если в мазке мы видим гипогранулярные, гипосегментированные нейтрофилы, то мы можем подозревать в первую очередь мелодиспластический синдром. Если выраженная полихрометофилия и ретикулоцитоз, вероятнее, возможно, это гемолитическая анемия. Так как макроцитоз связан с острой стимуляцией кроветворения. Получается, увеличивается количество ретикулоцитов, повышается эффективность эритропоэса, увеличивается средний объем эритроцита. Эритроциты более крупные поступают в кровь, полихроматофильные, незрелые. Соответственно, средний объем эритроцита у нас растет и возникает выраженная полихроматофилия. Если мы видим мишневидные эритроциты, стоматоциты, скорее, это можно задуматься о заболеваниях печени, либо алкоголизме. Итак, первично мы как бы оценили клинический анализ крови, далее оцениваем другие показатели. Изменения параметров характерны именно для дефицита фалаты и В12. Мы видим снижение витамина В12 в сыворотке крови. Если он меньше 150 нанограмм на литр, вероятно, дефицит кабаламина. Если ниже 180, тоже вероятно, дефицит кабаламина. Но если нет никаких клинических признаков или симптомов, и у нас нормальный уровень месилмолоновой кислоты и гомоцистеина, мы говорим о том, что все-таки определение В12 в сыворотке имеет низкую специфичность. Поэтому я рекомендую все-таки определять холл-транскабаламин в сыворотке. Он с более высокой вероятностью указывает на дефицит кабаламина. Также необходимо дефицит В12 подтверждать высоким уровнем метилмолоновой кислоты и гомоцистеина, которые можно также рассматривать в процессе лечения. Они будут снижаться. Ну, как мы говорили ранее, они могут повышаться у пациентов с нарушениями функций почек, у пожилых людей. И данными параметрами нельзя пользоваться изолированно без определения витамина В12. Низкий уровень фалата в сыворотке, особенно если уровень фалата и в эритроцитах тоже низкий, подтверждает недостаточность фалата. Если низкий уровень фалата в эритроцитах и высокий уровень фалата в сыворотке, очевидно, возможен дефицит кабаламина. Также, наверное, хочется отметить, что метатриксат и фолиевая кислота, если пациент их принимает, мешают измерению истинного уровня фалата, поскольку эти препараты будут вступать в перекрестную реакцию с белками, с которой связывают фалат. Также при развитии В12 фолиевой дефицитной анемии необходимо определять железо, сыворотки и эфиритин, так как лечение мегалобластной анемии может замедлиться из-за недостатка железа. Итак, это мы обсудили пул В12 дефицитной и фолиевой дефицитной анемии, изменения биохимических показателей. Теперь мы перешли к изменению параметров, характерных для гемолитической анемии. В общем анализе крови будет повышено число ретикулоцитов. В мазке крови, как мы говорили ранее, наблюдается покиллоцитоз и полихромотофилия. Повышается уровень билирубина. За счет фракции непрямого билирубина повышается активность лактатогидрогеназа. Снижается уровень гаптоглобина. В общем анализе мочи наблюдается уробилинурия. И необходимо при диагностике всех практически гемолитических анемий проводить прямую пробу КОМПС. Соответственно, если у нас есть какая-то тяжелая, необъяснимая макроцитарная анемия, мы не понимаем, что это. Соответственно, чем она вызвана? Перед лечением или в течение 24 часов после начала терапии кабл-эмином и фолатовым, рекомендуется все-таки взять пункцию костного мозга. Для дефицита витамина B12 и фолатов характерен мегалобластный эритропоэс, гигантские метамиилоциты, гигантские гиперсегментированные нитрофилы. Но хочется сказать, что мегалобласты могут быть вызваны и лекарственными препаратами, являются признаками МДС, но не в таком большом количестве. Соответственно, морфологические критерии для постановки мелодиспластического синдрома это, если в эритроидном и гранулстарном ростке предшественников, процент клеток с очевидной дисплазией более 10% в каждом ряду. Мегакарициты оцениваются при просмотре мозга не менее чем на 30, мы ведем подсчет не менее 30 мегакариоцитов, и процент дисплазированных мегакариоцитов должен быть также больше 10%. Кольцевые седоробласты, это проводим реакцию перлса, эритрокариоцита с 5 и более гранулами железа, охватывающими 1 треть и более ядра. Количество таких кольцевых седоробластов должно быть более 15%. Перейдем к клиническому случаю. Пациент N46 лет получал неоднократно курс оцидостатической терапии по поводу онкологического заболевания. У данного пациента мы наблюдаем следующие изменения в клиническом анализе крови. Если мы посмотрим на эритроцитарные показатели, мы отнесем эту анемию, конечно же, к гиперхромной и макроцитарной. При оценке тромбоцитов мы видим выраженную тромбоцитопению. В принципе, тромбоцитопения и гиперхромная и макроцитарная анемия укладываются в историю развития B12-фолиеводефицитной анемии. Но далее, если мы перейдем к исследованию морфологии клеток крови, мы видим следующие изменения. Полихромнофилия эритроцитов, пайкилоцитоз в наличии шизоцитов, а также дегенеративные изменения нейтрофилов, гипосегментация ядер нейтрофилов и гипогранулярность. Такие вещи чаще всего возникают при развитии мелодиспластического синдрома. О низохромии и полихромтофилии, как мы говорили ранее, может быть и при гемолитической анемии, соответственно. Вопрос сложный. Итак, мы начинаем оценку ретиколоцитарных показателей. Если мы рассчитываем индекс продукции ретиколоцитов, он равен 0,5. Соответственно, индекс продукции ретиколоцитов меньше 2, что характеризует все-таки неэффективный эритропоэс. Соответственно, в этом случае гемолитическую анемию мы убираем со счетов. У нас остается не так много вариантов. Это либо аммиелодиспластический синдром, либо дефицит фолиевой кислоты и В12. Проводим оценку иммунохимических показателей и биохимических показателей. Что нам это говорит? Витамин В12, а именно в форме холотранскабаламина, он в норме. Фолиевая кислота в сыворотке тоже в норме. Соответственно, продолжаем свой диагностический поиск. Оцениваем биохимические показатели. Также билирубин и ЛДГ в пределах нормы. В принципе, мы можем исключить гемолитическую анемию. Соответственно, при комплексной оценке у данного пациента, у него более высокий риск развития именно миелодиспластического синдрома, потому что есть миелодисплазия уже в ростках. Также индекс РПИ меньше 2 характеризует, опять же, неэффективный эрит РПС. И рекомендовано такому пациенту произвести пункцию костного мозга. Следующий клинический случай. Пациентка Н, 78 лет, обратилась на амбулаторный прием к гематологу. В поликлинике был назначен клинический анализ крови. Давайте мы проведем оценку полученных данных. Опять же, анемия макроцитарная, гиперхромная. Если мы обратим внимание на морфологию клеток, а, да, и термбоцитопения, но не такая выраженная, как в прошлый раз. Если мы обратим свое внимание на исследование морфологии клеток, мы увидим анизоцитоз, преобладание макроцитов и гиперсегментацию ядер нейтрофилов. Можно подумать, что все-таки это, скорее всего, анимия, связанная с дефицитом фвалатов и В12. Ну, как мы говорили ранее, гиперсегментация может быть и при цитостатической терапии. Итак, производим оценку ретиколстарных параметров. Индекс РПИ опять меньше. Он равен 1,2. Соответственно, данного пациента, опять же, мы можем сказать, что существует неэффективный ретропоэс. Оценивая показатели статуса витаминного, витамин В12 и фолиевой кислоты, а также биохимических показателей, мы видим, что холотранскобаламин выраженно снижен. Ну, скорее всего, это действительно анемия, связанная с дефицитом витамина В12. Такому пациенту можно порекомендовать, ну, как бы рекомендуется назначение терапии витамином В12, соответственно. Хочется также отметить, что гематологические изменения, они будут исчезать только спустя несколько дней. И объективным критерием будет повышение уровня ретикулоцитов в течение 3-5 дней с пиком через 4-10 дней так называемое развитие ретикулоцитарного криза. Если этого не происходит, соответственно, мы можем предположить, что диагноз был подставлен неправильно или имеется сопутствующий дефицит железа. Повышение гемоглобина, оно достигается через 7-10 дней. Адекватность терапии также мы можем оценить по нормализации показателя лактагдогидрогеназа. После назначения терапии снижается средний объем ретроцита, содержание гемоглобина в ретикулоцитах, снижается фракция незрелых ретикулоцитов, резко, наоборот, повышается. И это как бы все отражает эффективность терапии. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, вам всем очень понравилось. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok